Всем привет! И так что новенького у Домовских. У телеканала ТНТ забирают землю. Участок на улице Саморы Машела, где находятся павильоны для съёмок, передадут Российскому университету дружбы народов. А на поляну Дома-2 потихоньку съезжаются после новогодних каникул новые 15 клёвых. Приехали Купины, на подходе Жукова и Григорьев. Юля пишет, впереди много дел. Этот год будет очень насыщенным. Юля уже очухалась после пятой ринопластики. Они всё ещё надеются, что шоу запустят в новом формате. Телеканал ТНТ пишет, урезал зарплаты Оли Бузовой и Ксюши Бородиной в два раза. Теперь они будут получать всего-навсего по миллиону в месяц. И то много пишут в комментариях за такое балабольство. По сотне на нас бы дали и досвидули, если что-то не нравится. А вот Кадоне, Орловой и Черкасову не повезло. Они теперь безработные. Правда, Влада обещают иногда приглашать на съёмки ББ в качестве запасного ведущего. И вот пишут, что всем ребятам, которые отдыхали в Сочи, выделяли на каникулы по 200 тысяч рублей на каждого. А 18 января после каникулы вернётся и шоу ББ. Оно будет также транслироваться на канале ТНТ. Аня Мадан пишет, что с Максимом Моргенштерном она не расставалась. Они вместе прилетят в Москву из Уфы. Но останутся ли на обновлённом проекте или нет, пока не знают. Галимова рассказала о причинах расставания с Рудаковым. Говорит, я его бросила, сказала больше не появляться. Он возьми и не появись больше, а я так ждала. С Алиной поссорилась Ира Пингвинова. Ира собиралась отметить Новый год в компании Алины и Никиты. Но ребята поменяли планы, сообщив об этом Пингвиновой в самую последнюю очередь. Они гуляли в большой дружной компании, где был и Дима Чайков. Иру не стали звать, чтобы не было конфликтов, чтобы все могли спокойно весело отдохнуть. Ирина жалуется на депрессию. Она занимается зубами, удалила зубы мудрости и будет ставить брекеты. И вот говорит, что из-за переживаний у неё пропало молоко, поэтому она перевела малышку на смеси. Я понимаю, что в смесях тоже много витаминов. Ребёнок стал себя лучше ощущать, пишет она. Это меня и успокоило. Сама я тоже искусственница. Возможно, это могло передаться генетически. А Рай Чабанян и беременная Ира Пинчук, которые недавно перенесли корону, опять слегли. На этот раз ребята чем-то отравились в Сочи. А вот Марина Африкантова пришла навестить бедолаг с воздушными шарами. Наталья Варвина первый раз за всё время объяснила, почему у неё в браке с Михайловским нет детей. Раньше она всегда уклончиво отвечала на вопросы, но сейчас ответила честно. У меня проблемы со здоровьем. Надеюсь, любопытство всех удовлетворило. Оговаривают, что Михайловский и Варвина уже попробовали многие современные методы репродукции, но успеха желаемого результата так и не получили. Пожелаем ей удачи, пусть её мечта осуществится, и она станет матерью. Черно пишет о том, что очень хочет девочку, но потом она вспоминает, каково это ходить беременной, рожать, и говорит, нет, нужно поднять хоть одного на ноги, а там будет видно. А теперь про Савкиных и Ебаровых. Кто их прям не любит, не любит, можете отключаться. Алёна приучает Багдашу к горшку. Она выбрала такой способ. Каждые полчаса высаживают малыша на горшочек и включают ему мультики, чтобы он не беспокоился. И пару раз уже был успех. Оля Рапунцель призналась, что купила квартиру. В шапке профиля Инстаграма она написала, купили квартиру своей мечты. Скоро получим свои ключи. Также из профиля исчезла запись о том, что Оля является представителем известного бренда подгузников. Видимо, её хейтеры добились желаемого. Ну и вернёмся к квартире. Оля чётко написала, что квартиру купили, а не взяли бы ипотеку. Да и какой банк дал бы ипотеку двум безработным и с двумя маленькими детьми. Стала известна и стоимость квартиры 12 миллионов. Молодец Рапа, что складывала копеечку к копеечке, не пропивала, не прогуливала, а копила и в дело пустила. Поговаривают, что в хорошие годы у ребят была и зарплата хорошая, по 200-300 тысяч. К тому же проект платил и на содержание детей по 50 тысяч. Даже если это преувеличение, то по 150 они точно получали. За столько лет вполне реально накопить на квартиру. Дима опубликовал милое, трогательное семейное видео. На руках он держит новорождённую дочку, а какую именно из двух, Василису или Софию? Об этом до сих пор спорят в комментариях. Вроде как это Василиса, пишут, по глазам видно. Очень на неё похоже. Это Василиса, София по-другому выглядит, её никто и не выкладывал, стеснялись. Ну а другие пишут, что Дима, когда родилась Василиса, был в уличной одежде. А здесь в халате, в шапочке. Тогда и врачи были одеты, как попало. Так что это вторая дочка. И Дима потом сам подтвердил, что да, это София. Думаю, что такие трогательные кадры должны оставаться в семейном архиве всё-таки. Но и Диму можно понять. Дом 2 закрыли, а кушать-то хочется всегда. Ну а после других роликов ребят в ТикТок стали поговаривать о романе Димы и Алены. Яббаров ведь был с двумя сёстрами, вот и Дима типа решил, что нужно замутить с Аленой. Он так на неё смотрит, пишут. И когда к ней парни приходили на проект, он, помните, психовал. Она ему больше подходит по духу. Они с ней на одной волне больше, чем он с Олей. А вот и Оля завела на ТикТок свой личный аккаунт. Спрашивает, как вам наш тандем? Не отстают от Рапунцеля и Ебаров с Настей Голд. Они тоже хотят стать популярными в ТикТок. Настя Голд открывает свой магазин текстиля. Начну с малого, пишет. Сегодня весь день занималась товаром. Скоро мой текстиль-шоп Голд будет работать. Надеюсь, вы меня поддержите в моих начинаниях. В общем, за периметром они не пропадут. На этом всё. Подписывайтесь. Будем сплетничать.